В курсе введения в D7 уже достаточно хорошо был разобран конфигурационный файл нового ядра D7, файл который именуется .setting.php. Я не буду здесь рассказывать о структуре данного файла. Если нужно, вы можете посмотреть курс введения в D7 и там ознакомиться со структурой и применяемостью данного файла. Данный файл, в отличие от файла db.con.php, не нужно править руками. До работы с данным файлом есть специальная API нового ядра D7. Это класс Bittrex Main Config Configuration. Мы с вами рассмотрим основные методы работы данного класса. Также, кроме работы с системными сексами, данный файл вы можете использовать для хранения какой-либо своей информации, своих настроек. Рассмотрим два примера. Первая задача. При установке модуля мы проверяем настроено ли кэширование. Если кэширование файла d7.php не настроено, то вводим предупреждение об этом. Вторая задача. Будем хранить в файла d7.php количество установок и удаление нашего модуля. И вводить эти данные на финальном шаге установки и удаления соответственно. Решаем первую задачу. Так как нам необходимо вывести информацию о кэшировании только на последнем шаге установки, то используем файл local.modules.academy.d7.install.step.php. Все методы работы с файлом d7.php динамические. Но до получения объекта нам нужно использовать специальный статический метод getInstance класса bitrix.main.config.configuration. И тут же, не присваивая никакой переменной полученный объект, мы можем вызвать метод get, который нам вернет ту или иную секцию, ID которой мы передали в параметре. Настройки кэширования хранятся в сексе кэш, а само значение в элементе массива value. Мы получили значение секции и присвоили переменной кэш-тайп. Так как у нас информация о типе лежит в элементе массива с ключом type, то обращаться мы должны к ней как кэш-тайп, ключ-тайп. Если мы не нашли там значение или самого элемента, или значение равно none, то это значит, что кэширование не настроено. Поэтому с помощью метода старого ядра showMessage класса cAdminMessage мы вводим соответствующее уведомление. Тип сообщения – ошибка. Как видите, сейчас у нас установлен кэширование файла. Установим наш модуль. Установка прошла успешно. Никакого уведомления не было выведено. Теперь заменим значение типа кэширования на none. Удалим наш модуль. И заново его установим. У нас было выведено предупреждение о подключенном кэшировании. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.